Потому что и Макрон, и Меркель, и все остальные эти старые европейские проститутки все время летают в Сочи, что-то с ним там шушукаются, а Трамп нет. Он говорит, давай его в семерку, все в открытую будем говорить. Вот максимально честно, как вы думаете, американцы проспали Крым? Я думаю, что многие люди окажутся, у них будут большие неприятности. Многие пойдут в тюрьму, включая в Украине, в Израиле, в других странах. На каком-то приеме в Москве, уже хорошо поддатый российский генерал, с таким солидным пузом, подошел ко мне, говорит, ну Юра, скажи честно, ты ЦРУшник? Как много в Украине когибийских ФСБшных консервов? До хрена. Ну вы имеете отношение, наверное, к спецслужбам? Вот спросил любого русского человека, россиянина, вы кого боитесь больше, НАТО или милицейского в переходе? Нам Крым этот был до одного места, потому что и Черное море нам до одного места. Черное море не имеет никакого стратегического значения. Мы не будем вам говорить то, что не выгодно нам, какие бы мы союзники не были. Мы не будем никогда говорить то, что нам не выгодно. Я тут бабок вложил кучу, а ты, видите ли, не можешь приехать. Кто ты такой? А, президент России? Да мне пофигу. Вот как Трамп себя ведет. Может быть, украинцы только любят ушами, я не знаю. Гарри Юрий Табах. Друзья, вы все спрашивали, когда наконец-то Гарри будет на канале. Мы рады вас приездовать в Киеве. Очень рад быть в Киеве, очень рад. Спасибо, что пригласили. Как у вас дела? Даже наконец-то пригласили. Как у вас дела? Хорошо, нет, добрался классно. Все жалко, только украинские авиалинии не летали. Пришлось польским лететь. А так все прошло очень спокойно. Вы только приехали к нам из Соединенных Штатах. Хочу сразу спросить, как вообще дела в Соединенных Штатах? Что происходит сейчас там? Потому что мы все смотрим по телевизору вот эти вот погромы. Мы все смотрим, вот Байден побеждает, социология, Трамп заявление, дебаты, не дебаты. Что на самом деле реально происходит в Штатах? Ну, это происходит все сразу. По телевизору, конечно, показывают самое ужасное. Я, пробыв в Соединенных Штатах, не видел никаких погромов, не видел никаких безобразий. Видимо, я в таких районах нахожусь. И во Флориде. Флорида – это республиканский штат. В республиканских штатах и в республиканских городах никаких безобразий нет. Как жизнь шла, так она и идет. Кроме того, что есть некоторые ограничения, тоже не очень большие, из-за ковида, из-за коронавируса или китайского вируса. И я сейчас уже начал его называть демократическим вирусом, потому что они используют это в политических целях. А и в демократических штатах, и в демократических городах, особенно там, где они очень долго находятся, там, скоро уж сто лет, там, Чикаго, Ньюпорт, то там, да, там безобразие, там убийства, стрельба между собой, между хулиганами, бандитами, которых тоже в демократических штатах повыпускали из тюрем, мол, чтобы бороться с коронавирусом. Так они теперь бегают, грабят, убивают друг друга. И демократические губернаторы, демократические мэры ничего по этому поводу не делают, они, наоборот, поддерживают это, думая, что это все повернется против Трампа. И чем сильнее будет контроль на вот этого китайского вируса, коронавируса, чем больше будет безобразия на улице, чем хуже будет экономика, они считают, тем меньше шансов у Трампа выиграть. И тем больше шансов у Байдена выиграть. Все-таки Байден или Трамп нам всем рассказывают о том, что социология Байден с огромным отрывом. С другой стороны, люди говорят о том, что та социология, которая... Что та социология, которая нам показывает, что она не настоящая, потому что те люди, которые голосуют за Трампа, собственно, они не принимают участие, и Трамп гораздо впереди. Все-таки кто побеждает, по вашему ощущению? Байден или Трамп? В Америке трудно сказать. Мы не знаем, потому что, опять же, это социология, это все, это было и в прошлый раз, и Клинтон, она побеждала довольно-таки вообще вперед. И куда не включить, там, холодильник открыл, тебе оттуда веща, знаешь, Клинтон побеждает, все, там, шансов Трампа не... Там утюг включил, он тоже... Все говорили, а потом вдруг охопа, ну, сюрприз тебе американский народ преподнес, избрали Трампа. Клинтон была опытная, она была секретарем Госдепа, она была первой леди, она была сенатором, она была битый калач такой. У нас же это кланы, Буши и Клинтоны, поэтому, конечно, верилась, она женщина сразу после черного президента, женщина, политически все правильно. Ну, видимо, народ не повелся на это. А Байден, ну, вот если за нее не проголосовали, я не вижу, как могут проголосовать за Байдена, потому что Байден в политике 50 лет, ничего за это время не сделал, 8 лет из-за этого. Единственное, что он может сказать, что он был вице-президентом у Обамы, тоже ничего не сделав, ничего не сказав, ничего не внес, кроме того, что прислал своего сына сюда грабить Украину и участвовать в коррупционных схемах. И он болен, но это уже явно, что человек не может, у него старческий лиморазм или склероз, я не знаю, как это назвать, он по бумажке читает, уже все как, уже хуже Брежнева, потому что он даже не может понять, что он читает. Он своего вице-президента по бумажке, ну, я очень рад тебе, Камала, сообщить, что ты будешь в моей команде вице-президентом, спасибо. Ну, понятно, что человек уже, ну, и демократы уже говорят, что он президентом не будет, даже если выберут, мне говорят, вы голосуйте не за него, а голосуйте за Камалу Харрисом. Она будет президентом в течение года, может, даже быстрее. Потому что он, ну, вот, и поэтому я не вижу, как он может выиграть. Соцопросы, это соцопросы, но если даже сейчас, сейчас легче, сейчас легче, сейчас же вот идут эти конвенты, конвенции, и можно посмотреть, сколько людей смотрят конвенцию и республиканскую, а сколько людей смотрят демократическую. Республиканскую смотрят там в десятки раз больше. Там, 100 миллионов смотрят, а это там 10 миллионов смотрят. Ну, я примерно говорю. Окей, давайте переходить потихоньку к делам и к серьезным вопросам, если угодно. Все-таки, давайте так, кто для Украины лучше, демократы или республиканцы? А это вам решать, кто лучше. Я вам могу только сказать, что у вас происходило при демократах, когда люди говорят, да, что нам, мне Америка пофигу, мне главное Украина, или мне главное там Израиль, или мне главное. Любая страна сегодня зависит от Америки, больше или меньше. Но так получилось, что это такая супердержава, от которой зависит и экономика всего мира, и политика всего мира, и военные действия всего мира. Кто бы, кого бы не избрали в Америке в президенты, это будет иметь какое-то влияние на все страны, на одни больше, на другие меньше. Я считаю, что это будет иметь огромное влияние на Украину и огромное влияние на Израиль. Это вот две страны, которые сильно будут, которых сильно будет влияние, смотря кто будет президентом. Решать вам. Я, говорят, что был опрос в Украине, и что-то 60% украинцев считают, что Байден будет лучше, а 20 только процентов считают, что Трамп будет лучше. Я не понимаю этого. Мне сложно понять эту логику, если эти опросы правильные. Но я сам слышу, что очень часто говорят. Первый раз, конечно, когда первый раз избирали Трампа, я понимаю, что могли поверить и повестись на то, что Трамп про-пукинский, что Трамп, значит, сольет Украину, что Трамп, значит, сдаст Украину. Прошло 4 года, никто не слил Украину, никто не продал ее. Путин ни на кого не напал за эти 4 года. А что же происходило у нас при Обаме, то есть Байдене? Сейчас Байден написал письмо Украине, поздравлял Украину с Днем Независимости, сказал, что он за Украину, сказал, что когда он президент, он с Путиным будет очень жестко. Но это хорошее, конечно, обещание. Но почему он их не исполнил в 2014 году? Почему в 2014 году, когда Конгресс, республиканский Конгресс, тогда, не демократический, как сейчас, моментально разрешил летальное оружие и финансовую помощь Украине в борьбе против российской агрессии, Обама и Байден, и Клинтон, когда она была секретарем Госдепа, наложили на это вето и прислали сюда одеяла и носки, которые списаны у нас уже из армии, которые не нужны. Только когда пришел Трамп, он снял это вето и в 2017 году пошло сюда летальное оружие, джувелины, снайперские винтовки, радары, ночного видения, противоминное оборудование. А до этого нет. Поэтому почему же Байден это так не то, что не сделал, хотя бы что-то сказал против этого. Все, что он сделал для Украины в 2014 году, он прислал своего сына, чтобы тот участвовал в коррупции, в грабеже Украины. А сейчас он обвиняет, что Зеленский, он говорит, коррупционер. Я не знаю, вы можете вашего президента обвинять в чем хотите, и может быть, вы правы, но в одном, я не поверю, что он коррумпированный человек, что он делает что-то коррумпированное против страны. Сам по себе он не коррупционер, Зеленский, я не верю в это. поэтому, значит, это когда в восьмом году Россия напала на Грузию, Буш был расстроен с этим, он много чего хотел сделать, но он уже был леймдак, он уже был хромая утка. В августе 2008 года ему оставалось быть президентом 3-4 месяца. В ноябре избрали Обаму, все. В начале 2009 года Обама посылает, первое, что он делает, он посылает Клинтон, секретаря Госдепа с красной кнопкой, перезагрузка. Перезагрузка. Забудем Грузию, ничего страшного, это в вашем влиянии. И, конечно, Путина, что он, как и все остальные диктаторы. Он говорит, ну, если мне это разрешили сделать, как Гитлер говорит, если мне евреев разрешили убивать, никто ничего про это не говорит, и цыган, и гомосексуалистов, и душевнобольных, то я могу и всех убивать. Никто ничего не скажет. И Сталин тоже, когда. Если мне никто ничего про голодомор не говорит, что я могу передушить всю Украину, чтобы купить два трактора у американцев, они все молчат, значит, я могу и всех остальных в ГУЛАГ загнать. Все. То же самое и Путин, как и другой диктатор. Он говорит, раз Грузию мне слили, сдали, значит, я могу и Крым забрать. Никто ничего не скажет. Никто, пожурят, пожурят. Значит, при Обаме это было. Теперь, при Трампе, летальное оружие Украина получила, хотя Украина была сильно против него, ну, понятно, убедили, что он пропутинский. Консульство российские из-за Украины он все закрыл в Америке российские. В 2010 году Обама расформировывает 10-й флот, потому что нет уже противостояния против Советского Союза. Второй флот был противостоянием Советскому Союзу. В 2008 году он захватывает Грузию, Путин. А в 2010 году Обама расформировывает 10-й флот. Трамп вводит флот обратно в строй. Второй флот. Наверное, это тоже какой-то дружеский жест Путину. Консульство закрыл, второй флот ввел, это все он пропутинский. Если слушать ваших журналистов, ваши СМИ и наша тоже, европейская. Которая большинство, кстати говоря, демократическая партия. Да, конечно. Дальше он Трамп, я говорю только то, что влияет на Украину, может быть, на Израиле. Я не говорю даже об Израиле, о остальном мире и внутри американской политики. Только то, что влияет на Украину. Он выводит войска из Германии и вводит их в Польшу. И ставит про то, что Обама не разрешал ставить противоракетную оборону в Польшу. Значит, тоже такой дружеский жест Путину. Заставляет, размазал публично Меркель, Макрона, всех. Говорит, или вы вносите, или вы часть НАТО или нет. Все стали уже платить свою долю. Самолеты натовские начали летать, корабли ходить. Это тоже, видимо, такой жест Путину дружеский. Потом он закрывает Северный поток. Он вносит санкции против всех, кто будет иметь какое-то отношение к Северному потоку. Совсем. Просто в засос любит Путина таким поступком. Обрушивает цены на нефть, договорившись с арабскими странами. Выходит из двух военных договоров публично с Путиным. Говорит, даже с ним не советуюсь. Из открытое небо и ракеты близкого и средней дальности. Даже с ним унизив его. я с тобой советую, просто ушел и все. Иди к черту мать. Или договаривайся с китайцами. И все это выдается, что это какие-то отношения дружеские Трампа. И вот то, что Обама сделал, то есть то, что говорит Байден, он будет продолжение Обамы. Камала Харрес еще вообще более левая, чем Обама. И вот что сделал Трамп. Эти говорят, этот сделал. Так что это вам украинцам решать. Но я уже не говорю, что он про Израиль или еще про что там сейчас мирные договоры, дипломатические отношения с Арабскими странами, с Арабскими Эмиратами, с Марокко. Любой другой бы президент сейчас Нобильскую премию уже получил за это. За мир на Ближнем Востоке, которого не было. Про ИГИЛ мы ничего не слышим. Да? Уже давно. Слышали что-нибудь про ИГИЛ? Нет. Уже не показывают каждый день по телевизору, как они отрезают головы детям, женщинам, гражданскому населению. Про Алкаиду мы уже долго не слышим. Бенгази, что произошло при Клинтоне и Обаме. Это криминальное убийство моих братьев в Бенгази. Поэтому многое другое. Экономика, безработица, все это остальное. Поэтому это вам, украинцам, решать, кто для вас вы считаете лучше. Тот, кто вам пишет письмо и обещает, что он будет жестким, хотя почему-то когда вам это было нужнее всего, он не то, что не был жестким, а даже не дал вам летального оружия. Или тот, который действует. Что говорит одно, а действует по-другому. То же самое про то, что он в Большую семерку пригласил. Правильно он его пригласил в Большую семерку. Потому что и Макрон, и Меркель, и все остальные старые европейские проститутки все время летают в Сочи, что-то с ним там шушукаются, а Трамп нет. Он говорит, давай его в семерку, все в открытую будем говорить. Меркель, конечно, сразу отказалась и уже Большой семерка не собирается. Все, уже до выборов ее не будет. Поэтому это вам решать, кто вы считаете вам лучше. Будет тот, что кто-то что-то делал или тот, только кто обещал. Может быть, украинцы только любят ушами, я не знаю. Смотрите, мы заговорили с вами за Крым. Вот максимально честно, как вы думаете, американцы проспали Крым? А как Америка? А при чем тут американцы? Нам Крым этот был до одного места, потому что и Черное море нам до одного места. Черное море не имеет никакого стратегического значения. Ну, смотрите, там, во-первых, Турция. Да, это НАТОвская страна. Зачем нам еще-то? Там Турция, там Болгария, там много НАТОвских стран вокруг Черного моря. радиолокационные стратегические станции российские, которые очень много для военной подготовки России. Нет, Крым, Черное море не имеет стратегического значения сегодня, это не парусный там флот. Это лужа посреди Европы, которая окружена НАТОвскими странами. Еще одну иметь НАТОвскую базу, там никакого смысла нету, или НАТОвскую страну. Там российские стоят, все равно этот флот, чего он там стоит, для чего. Все Черное море простреливается сегодняшним оружием со всех сторон. Никто там, ничего там, рыбу глушить только море. Окей. Хорошо, продолжу тогда. Почему тогда, ну мы же знаем о том, что Турчинову, которая исполняла обязанности тогда главы государства, американцы просили, или там даже призывали не вмешиваться, ничего не делать и не открывать войну против России. Я не знаю про это, я не знаю про это, но даже если это так, американцы всегда призывают, я часто сравниваю Украину с Израилем, американцы часто призывают Израиль не отвечать, не реагировать, не делать ничего, не делать никаких движений. Израильтяне не слушают американцев, они идут и делают то, что им нужно сделать. Весь мир, вся Европа начинает против них говорить, они агрессоры, они то и все, они говорят, нам пофигу, потому что если так мы будем действовать, как вы нам говорите все эти годы, нас бы давно уже стерли с лица земли, потому что у вас интересы в арабских странах, там нефть, там то, там все, поэтому мы будем действовать, делать то, что выгодно нам, то, что сохранит нам жизнь. Поэтому, если Турчинов послушал американцев или еще кто-то послушал американцев, слушайте их. Мы не будем вам говорить то, что не выгодно нам, какие бы мы союзники не были. Мы не будем никогда говорить то, что нам не выгодно. У каждого есть национальный действитель. Конечно, в первую очередь нам и у нас. В чем Трамп и Чессин? Он говорит, Америка в первую очередь. Я заботюсь о Америке в первую очередь. А потом о Европе, потом о Украине, потом все, но Америку в первую очередь. Он честно говорит, не слушайте, не рассчитывайте ни на американцев, ни на россиян, ни на марсиан, ни на кого. У вас есть только одни люди, на которых вы можете рассчитывать, на самих себя. вы сказали, вы начали говорить по поводу Израиля, по поводу стратегического союза. Израиль является главным стратегическим партнером и союзником Соединенных Штатов. Ну, исторически на среднем. Исторически в Великобритании наш союзник. Самый близкий наш союзник это Великобритания. Исторически так сложно, хотя мы как бы от них независимость получили. у нас была война с ним. Они оружие, кстати говоря, поставляли свое время. Но исторически так сложилось, что Великобритания это как бы наша братская страна, Канада. У нас есть много стран, с которыми у нас очень близкие отношения и дружеские отношения, которые сложены много-много лет. Израиль, да, Израиль это наш союзник на среднем востоке. Там, конечно, это самый большой союзник для нас там. Но дело же не в том, что какая страна и где она находится. Наша страна, союзники, это всегда те страны, где практикуются демократии, практикуются американские ценности. Если в этой стране есть американские ценности, чем больше американских ценностей в этой стране, тем она нам ближе. Ну, это понятно. Израиль это, в принципе, такое отражение Америки. Это как бы еще один штат Америки. Там вот эти даже, можно сказать, очень ярко выраженные американские ценности. В чем собственно вопрос? Сейчас почему-то мы говорим очень часто, что в Восточной Европе Украина является стратегическим партнером штатов, и поэтому они нам помогают, потому что мы для них стратегически важны. Я вам задаю вопрос. Является ли Украина стратегическим партнером для Соединенных Штатов, если мы знаем, что последние годы главным партнером, как мне кажется, Восточной Европы, это Польша. Польша всегда была с самого начала, опять же, это исторически сложено, что Польша это наш стратегический партнер, потому что Польша отстаивала свою независимость, дралась Чауческу, он же был с Вашингтоном воевал за нашу независимость, приехал в Польшу, начал там воевать за независимость против России. У них очень долгая история войны, 500 лет, они борются с Российской империей за свою независимость, они там кровью пропитана вся земля этим. Они очень свободолюбивый народ, очень монолитный народ. И они, конечно, перенимали каждый раз, когда разделяли Польшу, они перенимали больше и больше демократических ценностей. Это всегда была такая страна толерантная к разным народам. Я знаю, что были трудные времена, и евреи, еврейские вопросы, украинские вопросы, но по большому счету, если взять 500 лет, люди, там и украинцы, и евреи, и разные люди, католики, и православные, они жили в мире. Царей там выбирали королей. Поэтому там вот эти демократические были все. Поэтому, конечно, она близка нам, Соединенным Штатам Америки. Польша это очень близко. Да, но опять же, там есть про поставленные, там есть американские базы, там безвизовый режим Соединенными Штатами. Хорошо, вопрос такой, может ли быть Украина таким же стратегическим партнером, как и Польша? США, в принципе, рассматривают такую возможность? Я считаю, что да, абсолютно. Любая зависимость, и Белоруссия может быть, но для этого они должны делать то, что сделала Польша, проделать то, что проделала Польша. не только получить зависимость от всех и стать настоящей державой с жесткими границами, с Конституцией, с парламентом, но и также Польша боролась очень жестко с коррупцией. Очень. В Польше тоже были коррумпированные чиновники, и все это было. Они прошли через очень болезненные перемены. И если страна готова к этому, и есть политическая воля, то почему и нет. Если Польша смогла сделать, я не вижу, почему Украина не сможет сделать. Да, Украина пострадала за 70 лет советской власти больше. Но Грузия могла это сделать. Я думаю, что Прибалты... Грузия маленькая, и она далеко. Прибалты могла сделать. Всегда можно найти причину, почему ты не можешь это сделать. Всегда можно найти причину. Россия мешает, евреи у власти, погода у нас плохая, поляки... надо смотреть в будущее. Я считаю, что Украина отличная в будущее. Украина есть все инструменты, все институты, которые могут достичь этого ситуации. Да уже много чего достиглось в Украине. Вот смотри, Верховный суд недавно пару дней тому назад сказал, что не могут нарушать государство, полиция, ваши права человека, что обязывать вас носить маски, или обязывать держать дистанцию какую-то, или не ходить в кино, или еще что-то. Вещи, которые только в диктаторских странах можно диктовать народу. У вас есть права, у вас есть свои мозги, свое чувство, своя идентификация. И Верховный суд принял такое решение. Не советуюсь с президентом, не советуюсь с парламентом. Все они между собой спорят. Все они у вас Верховный суд не конституционный митинг. Да, это показатель демократии. Заняло вам очень долго, как в демократической стране должно это быть, заболезненно, но вы пришли к решению к такому, к демократическому к этому подошли. Это огромное достижение Украины. Ну и много таких вещей. Вы критикуете президента, недовольны. Давайте так, вы были главным представителем НАТО в России. Вы как мне кажется, неплохо ориентируетесь во внутренней политике и понимаете, что имеет такую должность. Я не могу сказать, что я больше на этой должности понимаю, что вы не очень Я, наверное, больше, чем средний человек. И НАТО, это все-таки военно-политическая организация, то есть вы очень неплохо понимаете, очень хорошо, наверное, с точки зрения военной. Давайте так, Россия когда-нибудь даст, чтобы Украина стала вот таким стратегическим партнером США, как Польша? Или она сделает все, что угодно, вплоть до танков в Киеве? Только честно. А я всегда говорю честно. Дело все в том, что вы вопрос ставите, как это местная такая в Киеве? А зачем вы будете это спрашивать у России? Даст она вам или не даст? Арабы дадут Израилю занять голландские высоты или нет? Я отрежу им воду. Я знаю, это вопрос неправильно поставлен. Почему вы должны спрашивать? Вы независимая страна? Хорошо, я переформулирую. ВСА черт их знает, что они сделать могут. Я не знаю. Может быть и ведут танки, может быть и ядерную бомбу на воске, а может ничего не сделают. Мы не знаем. Сценарий может быть миллион разных, но вы если хотите быть независимой свободной страной, вы должны делать то, что вам выгодно, то, что вам нужно. Вам нужно вступить в НАТО, вам нужно быть частью Европы цивилизованной, вам нужно быть нормальной в понятиях человеческих страной, которая живет в цивилизации, а не в варварстве в каком-то. Поэтому вы делайте, что надо делать. А как Россия поступит, то хрен ее знает. Может, к тому времени уже России не будет. Может, она развалится к тому времени. Все время бояться что-то сделать, тогда вы ничего не сделаете. Вопрос в том, что для России это вопрос выживания внутриполитической самой России, если Украина становится главным стратегическим партнером, как Польша. Это опасно для внутренней обстановки в России. Это вопрос выживания. Я не думаю, что Россия знает, что военачальники, политики опытные, они думают, что НАТО нападет на Россию. НАТО никогда не нападало. Потому что в НАТО все должны проголосовать за это, а все никогда за это не проголосуют. Всегда будет кто-то против. А если один против, Липсенштейн против. Все, никуда мы не идем. Литва или Эстония. Скажут, это опасно для нас. Мы против этого. Поэтому я не думаю, что сидят там какие-то военачальники и думают, что НАТО на них нападет. Но использовать это для своих политических целей. Вокруг нас враги. В 2014 году, я помню, включаю телевизор российский. Все, такая маленькая миролюбивая страна окружена вокруг фашистской Украины со всех сторон. Такое впечатление создается. Они это будут использовать, конечно. Они будут это использовать и говорят, что НАТО уже у наших границ. Ну и что, что НАТО у ваших границ? Вот спроси любого русского человека, россиянина, вы кого боитесь больше НАТО или милицейского в переходе, который вас должен охранять, который сейчас к вам придерется и может испортить вам всю жизнь? Или НАТО вы боитесь у ваших границ? Что вам НАТО сделает? Избавит вас от коррупции? Избавит вас от опасности от какой-то? Чепуха. Это не НАТО они боятся. Им надо сохранить власть. Невыгодно им иметь Украину свободной частью корпорации Европы, Америки, где будет процветать уважение к правам человека, где будет процветать бизнес, уровень жизни станет выше, потому что они понимают, что их внутренний народ, пусть даже крепостной, в конце концов скажут, а что это у грузин получилось, даже у этих тупых хохлов получилось, жадных этих, опасных, этих бендеровцев, фашистов, даже у них что-то получат, они нормально живут, а мы еще здесь какашки продолжаем кушать. Это не выгодно, конечно, власть этого боится, она очень этого боится, потому что или надо делать тогда Северную Корею, а военной мощи они не боятся, они это используют просто, сейчас они на нас налетят и у нас все поотнимают. Что у вас НАТО может отнять? Вам валежник уже запретили собирать в лесу, а вы все боитесь, что НАТО у вас нападет и что-то у вас отнимет. что? Что у вас такое есть в России, что необходимо НАТО или Америке? Нефть уже ваша не нужна, газ вас тоже не нужен, вас самих полно. Сейчас Маск придумает, что вообще ничего не нужно будет. Поэтому они боятся внутренних беспорядков из-за Украины. конечно Россия никаким образом не хочет, чтобы Украина процела. Готова ли она за это допустим развязать открытую войну межгосударственную? Не знаю. Может готова, а может и нет. Честности сказать я не думаю. Нет у них таких. Их инициатива захлебнулась благодаря вам. Когда вы были слабы, когда у вас не было армии, когда вы не ожидали этого удара в спину, вы все равно смогли благодаря вашей бунтовской крови, благодаря вашей организационности, благодаря вашему национализму даже смогли отбить этот нахрап танковый и армейский. Смогли. Вы когда потеряли Крым, уже поняли, что все, тут надо воевать. Организовались, не имея ни оружия, ни армии, ни генералов, ничего не не имея, смогли это сделать. А сегодня уже совершенно другая картина. Сегодня совершенно у вас уже совершенно другая армия, у вас уже совершенно другой строй страны, и у вас огромное количество союзников, которые вас поддерживают в этом. Вот мы заговорили с вами за Донбасс. Как вы думаете, конфликт на Донбассе это лет 30, еще 50? Не знаю. Понимаешь, я просто мы с тобой только сейчас первый раз так не я не предсказатель. У вас в стране достаточно этих предсказателей, которые все время предсказывают, что будет дальше и как будут развиваться события. Я не предсказатель. Я только могу не знаю, кто будет президентом или кто лучший президент для Украины. Я просто говорю факты, которые я знаю, которые у меня имеются из прошлого, из истории. Я не знаю, исторически так получается, что возьми Абхазию, Осетию, Приднестровье, Нагорный Карабах, Израиль и Арабский конфликт. Они всю жизнь. Они длятся всю жизнь. И для Путина это очень выгодно. ситуация. Он всегда сможет дергать за эту ниточку. Это всегда будет такая кровоточащая точка. Сработал один раз в Косово. И то я не знаю, насколько это сработало. Еще надо посмотреть. Пока что там мир. Заняло долго время. Заняло 10 лет. Заняло много денег, много обещаний от Европы, от Америки. В общем, там разошлись по углам. Сработало может быть в Индии и в Пакистане. там разошлись. Там тоже ядерные кнопки. Конечно, там есть опасность. Они не всегда, они все время где-то сталкиваются, есть какие-то стычки у них между собой. но в принципе мир держатся как-то. Поэтому Путину выгодно, чтобы это кровоточечная рана всегда была. И Россия это выгодно, поэтому я думаю, что это будет что-то точно это чай нормальный. Ладно, уже поздно. и поэтому это ему выгодно. Он будет. Но я даже дело не в этом. Я считаю, что с военной точки зрения Украины нет никакой проблемы взять Донбасс. У вас сегодня вооруженные силы и там СБУ, МВД, Нацгвардия, они в такое состоянии, что они готовы зайти и отбить эту территорию. Дело все в том, что вы с ней будете дальше делать. Как вы этих людей будете принимать обратно? Какими украинцами они будут? Как советские люди, которые были на оккупированных территориях после войны? Доверия им не будет. Будем унижать их. Ах вы коллаборанты, ах вы там лугандоны или как там еще называют их унизительно. Они не захотят. Это будет уже... Никто не хочет быть... Я это говорю как человек, который на себе в детстве испытал, что такое быть человеком второго сорта или гражданином второго сорта. Никто не захочет этого. Это не полноценные граждане страны. Значит, как вы будете там инфраструктуру отстраивать? Ну, хорошо, Европа поможет, Америка поможет. Вы отстроите там инфраструктуру, как Путин отстроил там грозный. Но этих людей, как вы будете за кого-нибудь потом, как они будут возвращаться на эту территорию? Много вопросов, это много проблем. Я думаю, что с военной точки зрения завоевать несложно будет. Что дальше? Наоборот, что дальше будет? Хорошо, люди, которые сейчас живут в российской армии. Может быть, она ничего не сделает. Может быть, она отойдет, она поймет. Иногда, когда ты ударишь, первый удар наносишь, человек отходит, так он хорохорится, накачан, и все там. Я тебя еще побью, я тебя еще по стенке размажу, ты ему в нос дашь, и все, и он отвалил. Это такие вещи, которые, да, надо просчитывать, но без риска оно не обходится. он может тебе долбануть обратно, тоже еще сильнее. Это тоже может быть. Без риска тут не может быть. Но если мы берем сценарий, что вы разбили российскую армию, разбили этих террористов, которые там находятся, все, кого вы посадите в тюрьму, ну, тех, у кого кровь на руках, а те, которые просто были коллаборанты, там, директора заводов, директоров школов, которые на линейку детей водили, вы что, их тоже будете садить, или их отпустите, или им будет амнистия, что это же надо все решить, это надо все прописать. Ну, хорошо, инфраструктуру отстроите, а дальше, хорошо, люди, которые там живут в Одессе, в Киеве, которые уехали из Донецка и Луганского, они вернутся и заберут там свое имущество, получат обратно, а те, которые уехали в Россию, вы их обратно не пустите. Тут тоже нарушение прав человека. Это надо все мировому обществу, это не понравится, потому что эти люди ушли во время войны, многие из них не знали, куда они идут, они их напугали, у них родственники были в России, у многих, им была комната или еще что-то, они были неаполитичны, они просто пытались выжить, а вы теперь их не пустите, они предатели? Как с ними поступить, с этими людьми? Что сделать с их недвижимостью, которая принадлежала им? они поменяли свое мнение, они сначала думали, что россияне правы, а теперь они все-таки решили, что они украинцы. Сложно это все, как рассортировать это человеческую, человеческие души, поэтому я думаю, что это очень сложный конфликт, но он всегда выгоден диктатору, он всегда выгоден, потому что этими людьми можно манипулировать, запугивать, шантажировать, короче, очень долго. Очень долго, да, наверное, я не думаю, что это разрешится сегодня или завтра, или при этом президенте, или при следующем, президенте, или даже при моей жизни, не знаю. Может быть, урегулироваться, может быть, урегулироваться как-то. Вот насчет урегулирования, как вам вот эта вот идея, что условно построить стену по пути Германии в каком-то смысле, да? Ну, тогда вы отказываетесь от этой территории. Как вы смотрите на эту ситуацию? Я смотрю по-другому. Я считаю, что... Ну, невозможно жить в успешной стране, развиваться, пока существует на большой части территории война. Опять же, я сравниваю это с Израилем. Они смогли это сделать. У них очень высокий уровень жизни, очень прогрессивная страна и пока что ведет войну. Часть их территории не занята? Ну, как бы сейчас, нет, заняты, конечно, некоторые района не заняли, их заняли, они считают, что это их территория, те считают, что это их территория. изолируют, бойкотируют Европа часто, санкционируют за многие вещи, но они не обращают на это внимания. Я считаю, что лучше всего было бы, если бы Украина стала процветать, если экономика здесь стала развиваться, коррупции было мало, потому что от коррупции полностью никогда не отделаешься, но хотя бы, чтобы коррупция была как исключение, а не как правило, как в Швейцарии. Коррупция как исключение, а не как правило. Тоже есть, и в Америке она есть, но это как исключение. Уровень жизни стал высокий, они тогда сами захотят вернуться. И Крым захочет вернуться, и Донбасс захочет вернуться. А они скажут, слушайте, а с ними-то вообще-то лучше, там-то побогаче мы живем, получше. И свободы у нас есть, и дети могут ездить за границу, а здесь мы живем в изолированном мире, и смотрим, как они процветают. И тогда эти люди сами захотят вернуться, не надо ничего будет делать. Поэтому я думаю, что лучше сконцентрироваться не как мы можем их завоевать и насильно вернуть в свою страну, принудить их быть нашими, опять, а лучше, чтобы они сами попросились. А чтобы они сами попросились, и вы их как правильные в семье тоже бывают ссоры, кто-то уходит, потом возвращается, и ты говоришь, ну, ты осознал там, свои ошибки, все, вот, давай, мы опять будем жить вместе, дружно, у нас там дети вместе, у нас там внуки вместе, у нас там имущество вместе, мы столько лет прожили вместе. бывает, бывает ссоры, бывают такие, все, и тогда вы их принимаете обратно и живете в мире и достатке. Для этого Украине надо проделать очень много, надо стать процветающей страной, это не легко. В ситуации, когда опять же, у вас идет война, когда у вас огромная пятая колонна в стране, я уже это понял на себе, что здесь у вас огромная пятая колонна. Ну, кстати, насчет пятой колонны, хочу вас спросить, ну, вы имеете отношение, наверное, к спецслужбам? Нет, я никогда не имел, я знаю, что мне никто не верит, я никогда не имел. Слушай, как можно быть главным представителем НАТО в Москве и быть, ну, условно, я знаю, что это странно звучит, потому что, если бы это был советский, российский, там, даже украинский, он, конечно, бы имел отношение к спецслужбам и был бы разведчиком, профессиональным шпионом. Но у нас это не так, и не в НАТО, не в Америке это не так. У нас есть четкие распределения, четкие обозначения, что можно, что нельзя, и не все у нас в посольствах цирушники, не все у нас, я могу... никого не знаю. Вернее, может быть, я и знаю, может быть, я сидел, кушал с ним ланч или завтрак в столовой в посольской, но он был или консулом, или атташе по культуре, или еще... Он не подходил ко мне, никто ко мне в посольстве за много лет, когда сколько лет я провел в разных посольствах, ни один человек ко мне не подошел, не сказал, привет, Гарри, я Джон, я агент ЦРУ здесь. Вот ни один этого не сделал, знаете. И я знаю, что в это не верят, что такое возможно, но у нас, да, я никогда не имел никакого ни косвенного, ни прямого отношения к разведывательным службам в США. Потому что у нас есть некоторые законы, допустим, если ты родился в этой стране и потом, как я, стал американцем и служишь там или в разведке или еще где-то, тебя в эту же страну разведчикам не пошлют. Поэтому меня никогда не могли послать служить в Россию или еще куда-нибудь в постсоветское пространство как разведчикам. Меня могли послать в другую страну, допустим, в Китай. Это да. Но обратно в эту же страну, от где ты родился, не пошлют или где у тебя есть связи. А в Израиле, например, есть закон таков, потому что израильтян тоже все время подозревали, что они шпионят везде, у них прям везде масса. Но это такая тут регион все. А, это вы говорите по-английски, вы американец, значит, вы шпион. У меня даже недавно я поехал к своему очень хорошему другу в деревню. Он там работает на ферме, фермером, у него ферма. И он меня повел к своей бабушке. Хата такая украинская, все хорошо, бабушка сидит в косынке, как в кино все. Там они, значит, сало, горилка. И потом он бабушке говорит, вот Юра, он у нас там, Гарри, она американец. Он из Америки приехал. И бабушка так смотрит меня, а потом мне друг говорит, когда мы уехали, она говорит, она потом у Сланкова говорит, слушай, а он не шпион случайно? Вот ей, вот что я у нее на шпионить могу? Знаете, а все равно она советский человек, она бдительная. Я понимаю, что здесь все. И вот в Израиле есть закон таков, что там, где большая еврейская диаспора, Украина, Россия, Белоруссия, там, то там разведывательные действия проводить нельзя. Никакие. Нельзя так. Потому что, если тебя поймают, то обвинят всю диаспору, что они все предатели, что они все шпионы. И поэтому в Израиле очень строго к этому относятся. Вот у меня мой очень близкий друг был обвинен в шпионаже в России, в израильский военный атташе, когда я служил с НАТО там. И его персоной награды его изгнали, объявили его шпионом. Это бред. Он не был никаким разведчиком, он не был никаким шпионом. Он был очень умный и есть. До сих пор очень мой хороший близкий друг. Он очень умный, он доктор каких-то аэродинамических наук, летчик, авиация. Никчеву шпионского в нем нету. Он ученый и толковый парень был. Как раз хотел помочь с Россией наладить какие-то. Ну вот его обвинили в шпионаже. Я обычный человек тоже. Но я и не идиот. Я понимаю, как я выгляжу. Я понимаю, какая у меня обманчивая внешность. Что люди думают, что я интеллигентный человек. Что я похож на разведчика, шпиона и все остальное. С моей стороны тоже так думают. Американцы многие тоже говорят, он по-русски говорит, а у него еще имя Юрий, а у нас в каждом фильме шпион это Юрий русский. И я это понимаю, что, видимо, внешность подходит к этой роли. ну так, подождите, вы занимали, давайте так. Но в основном я занимался мордобитием. Вот я обыкновенный военный. Подождите, вы возглавляли антитеррористическую операцию центра в Ираке. Да, в Турции. В Турции, да. Вы были главным представителем НАТО в России. Да. Не очень похоже на обычного человека. Нет, я имею ввиду, что я обычный военный. Во мне нету ничего. Я вообще начинал свою службу с медицинских войск. И ничего во мне такого нету, что я какой-то суперразведчик или Джеймс Бонд или еще что-то. Хотя, я понимаю, в НАТО мне выдали мое удостоверение номер 007. Вот это они так приколопили. Они тоже считают, что я такой был, значит, разведчик. Но мое сердце и моя душа к разведке никогда не лежал. Особенно контр-разведке. Я от этих людей всегда держался подальше. У меня другой персонаж. Я не подхожу душой, менталитетом. Я не говорю, что они плохие. Они каждый делают свою работу. Но это не я. Я больше люблю десантников, морских пехотинцев. Я лучше буду сидеть с ними у костра, со сбитыми ногами. Я понимаю, что я так не выглядишь. Я больше похож на аптекаря, архитектора, на какого-то интеллигентного человека или шпиона. Но это моя внешность и моя манера разговора обманчивая. Если вы говорите с людьми, которые меня близко знают, то они вам скажут, что когда я одену маску войны на свое лицо, я совершенно не похож на того человека, который сейчас сидит в этом кресле. Вот такая у меня двойная личность. Я хотел спросить о пятой колонии. Шутка, что здесь вы Гарри, а в Соединенных Штатах вы Юрий. Потому что так получилось, что официально я Гарри. Моя мама назвала Юра. Я родился в феврале 1962 года. После Гагарина. Пол моего класса называли Юра. Хотя имя было тогда не очень популярным. После Гагарина всех целый год кто рождался не половина реально 50% называли Юра. Моя мама меня звала Юрой. Папа в семье меня сестра Елизавета. Но ее всегда называли Ляля. Многие люди не знали что ее настоящее имя Елизавета. Также многие люди не знали что у меня есть имя Юра. Официально я был Гэри в училище и вооруженных силах. Иногда звонила моя мама и говорила можно Юру позвать? Тогда не было таких телефонов. Кто там сержант отвечает и говорит позовите Юру. Она же не знает звание и все. Кто такой Юра? Она говорит Гарри Табах. А они говорят да что его Юра зовут? И это было интересно я был один русскоязычный из Советского Союза выходится. Еще у меня имя Юра такое поэтому оно приклеивалось и все знали кто такой Юра если позвонили в Пентагон и сказали позовите русского к телефону крикнули Юра тебя к телефону потому что я был один тогда сейчас уже много таких ребят как я в то все времена я был один поэтому ко мне приклеилась Юра а здесь тут много Юр а Гарри американский поэтому там было интересно что я русский а здесь интересно что я американец вот и все это просто да люди это человеческий фактор тут ничего нету такого все-таки вот по поводу пятой колонны вот в общем пускай вынец рушник ладно ну спасибо но очевидно вы значит разбираетесь я его я скажу тебе такую вещь что даже моя мама не верила мне моя покойная мама которая была она не верила она всегда думал что я имею отношение какой-то к чему-то разведывательному я игре ничего я такому не имею никакого отношения мама не волнуйся я вот реально обыкновенный человек и никаких там но никто не верит в это поэтому я перестал у меня есть ночек десантный на мундире и он относится как вы к разведке ну военной разведке и там в Абхазии я тоже был во время абхазы в ООН я был начальником разведки но та мне называлась она разведка она называлась информация был начальником информационного отдела потому что нельзя было называть разведкой но это была разведка Мы ходили в патрули, собирали информацию, докладывали какие-то там аналисты, от слова «анал», но потом это анализировали все, и все. И я очень гордился, горжусь этим значком «десантник», и когда-то бабушки сидели, по-английски есть слово, в русском разведчик имеет такое двойное значение. Ты можешь быть войсковым разведчиком, а можешь быть шпионом. И это все покрывается разведчиком. Слово «разведчик». В английском два слова. Есть «реконосанс» и есть «интеллигенс». Это две разные разведки. Эти, которые идут, полковая разведка, а эти вот аналисты, которые там вербуют, шпионят, выкрадывают, шантажируют. Такие разведки. Деньги дают? Да. Хотелось бы лучше? Да. Хотелось бы, да. И там бабушки какие-нибудь сидели и говорили «А-а, по-русски шпион, наверное, американский». Он говорил «Нет, я не шпион, я разведчик». Я говорю «Ну сразу видно, что мы же говорим, что шпион». Я говорю «Да нет, не шпион, разведчики». Я очень горжусь этим. И поэтому потом я перестал это говорить или объяснять людям. Потом я говорю «Ну хорошо, шпион». Я уже был согласен. Я говорю «Шпион», «ЦРУшник», чего хотите, я уже буду. Потому что аргументировать это невозможно. У меня миллион таких историй есть. Я помню на каком-то приеме в Москве уже хорошо поддатый российский генерал с таким солидным пузом. Подошел ко мне и говорит «Ну Юра, скажи честно, ты ЦРУшник?» Я говорю «Нет». Он говорит «Ну пол же посольства у вас ЦРУ». Я говорю «Ну если пол посольства у нас ЦРУ, я в той половине, которая к ним никакого отношения не имеет». Он говорит «А может вот такое быть, что ты служишь в ЦРУ и им служишь, но ты об этом не знаешь. Гипотетически возможно такое?» Я говорю «Гипотетически возможно». Я говорю «На меня это не волнует». Я говорю «Меня волнует, товарищ генерал, то, что гипотетически я и вы, мы оба служим на МОСАД и мы про это ничего не знаем». Он говорит «Я на МОСАД не служу». Это очень такой юморной был мужик. Он сказал «Не, я на МОСАД не служу». Я говорю «Подождите, гипотетически возможно это?» И он сразу свалил. Все. Протрезвел, свалил. Поэтому у меня таких историй много. Так вот, как много в Украине кагибийских ФСБшных консервов? До хрена. Все каналы, куда меня не приглашают, кагибийские консервы. От меня не приглашают на многие. То есть реально Украина погрузила вот в этих кагибийских ФСБшных консервах? Если серьезно, то да. Очень много. У меня есть такой мой родитель в этом бизнесе, как бы сказать, в информационном. Его зовут Андрей Глухенький. Вот он первый, кто у меня взял интервью в Украине. И мне понравилось. Мне казалось, что я доношу какую-то информацию людям, которые другие не смогут донести. Потому что у них нет моего опыта. Моего прошлого. Я до сих пор с ним близко дружу. И вот я сначала ходил по всем каналам. Вот куда бы меня не пригласили, я ходил. И Андрей мне говорил, ты на пророссийском канале. Тебя используют. И вот он меня обучил, как определять, где и как меня используют, чтобы легитимизировать. Потом я отказался выступать ни на каких российских каналах не выступать. Что бы мне не предлагали. Мне предлагали и деньги, и первым бизнес-классом полеты, и Бальчук гостиницу. Или потом по скайпу давать. Он говорит, нет, на российских каналах я вообще не выступаю. Ни на каких, ни под каким предлогом. Что бы мне не обещали. А на украинских я буду. Потом я начал понимать, что на некоторых украинских и американских русскоязычных каналах меня тоже используют. Или против Трампа, а я за Трампа. И таким образом они говорят, ну вот у нас же и трампист тут есть, а потом 10 антитрампистов. Можно вылить одно ведро говна на Путина, но потом 10 ведер на Трампа надо вылить. И вот Андрей мне показывал, как они манипулируют. Я начал понимать, я не стал таким наивным. И потом я начал понимать, что у каждого канала здесь есть какие-то свои интересы. То ли олигархи какие-то, то ли это власть, то ли это пророссийский. Потом я перестал ходить на пророссийские каналы здесь. Когда уже были явно пророссийские каналы, я не вещаю. Я перестал, я перестал легитимизировать их. Потому что если я прихожу, я как бы легитимизирую их. А другие каналы меня часто перестали приглашать. Потому что я защищаю позицию Трампа часто. А как бы Украина этого не хочет почему-то. Они почему-то считают, что Трамп это не в их интересах. Поэтому у меня остаются только вот такие платформы на интернете. А по поводу разведчиков и всего остального. А вот этих вот гибельских консервов. Как государство должно вести себя в такой ситуации? Их нужно закрывать и контролировать. Вы должны решить, у вас идет война с Россией или все-таки вы братские народы. И то и другое быть не может. Ну в моем понятии. Не может быть то и другое. И допустим, я на одном канале высказал свое мнение. И все. Меня изгнали туда. Все ролики сняли. Хотя там было больше ста. За несколько часов больше ста просмотров. Тысяч. И потому что я сказал не то. Все. Значит эти каналы, которые принадлежат одному из ваших олигархов. Не объективные. Ты только можешь говорить то, что им нужно. А если не дай бог ты сказал то, что им не нужно, они тебя больше не будут приглашать. А если ты сказал вообще какую-то такую вещь ужасную или обвинил их в чем-то, то они даже эти ролики снимают. И говорят всем остальным, когда его не приглашайте. Он несет не то, что нам нужно. Поэтому, да, конечно, это большая пятая колонна. Это подрывает Украину. Я не буду. Слушай, я скажу, что я сделал. Я выступил против одного человека, который я посчитал, что он начал нести антисемитскую пургу. А он знаменитый. Пальчевского момента. Да, харизматичный человек. Я его знаю лично. Все нормально было. И я высказал, что это неправильно. Потому что он вносит раскол в украинское общество. Зачем вносить раскол в украинское общество? Оно и так расколото. Вы и так воюете. Зачем играть на этих старых протоколах мудрецов, на этих фейках на всех, в это все поднимать опять? Я также и критикую много еврейских деятелей, которые начинают это на Бендеру нести чепуху советскую. Говорят, это неправда. Это такого не было. А ты тоже попадаешь под их удар. И зачем? Для меня я считаю, что сейчас вся Украина должна быть единой. Все, кто бы не был, вот ваш день независимости мне очень понравился. Все равно все украинцы собрались вместе. Все равно какие бы разногласия даже политические не были, они там как бы Украина в первую очередь. Так вот, когда политики вносят такие расколы, или люди каризматичные, или знаменитые, А Пальчевский и то, и другой, и третий, богатый. Зачем он это сделал? Я не знаю. Вместо того, чтобы мне позвонить, он же тоже так себя выступает, как пацан, что он нормальный мужик. Вместо того, чтобы мне позвонить, сказать, иди сюда, давай рассудим это, определимся. Я тебе скажу, что я думаю, а ты мне скажешь, что ты думаешь. Мы же друг друга знаем, мы же оба воины. Он взял и начал ябедничать на меня повсюду. И меня... Кстати говоря, Пальчевский, у меня отдельный, если угодно, вопрос, если позволите. Он оканчивал университет в Москве. Московский военный институт иностранных языков. Да, но это чисто КГБшная история. ГРУшная. ГРУшная, да. Он баллотировался, принимал участие в выборах в России когда-то. Это я не знаю. И он здесь работает на медведчук, медведчуковских телеканалах, медведчук, который явно связан тоже со структурами какими-то специальностями. Это ваше внутреннее дело. Я не хочу в вашу внутреннюю политику влезать, потому что я гость ваша. Это же очевидно, что он сотрудник какой-то. Я не знаю. Он мне удостоверение не показывал майора ГРУ или что-то такое. Но я знаю, я со многими выпускниками этого института работал и в Москве, и в других странах. Я знаю, кто они такие. И он явно очень хороший студент этого института. Он явно, наверное, закончил его с красным дипломом или еще с чем-то. Он знает очень много языков. У него есть талант к этому. Он умеет себя рассказывать. Он может говорить. Он себе представляет как такого классного, красивого, сильного, мужественного человека. и он выдает информацию, которую хочется верить. Это их выпускники. Но информация неверная. Опять же, я не участвую в ваших политических внутри. Но для меня лучше, чтобы человек говорил неправильно, не грамотные, вернее, но правильные вещи. И человек, который может там запинается или не знает все слова, или путает что-то, но делает правильно, как Трамп. Я знаю, что на вашем мире там очень много смехаются над Ключко, да? Но он говорит правильные вещи. Он может их говорить неправильно, но сама идея правильная. По Ключко отдельная тема. Понимаю? Ну то, что я. Я вижу, как Киев меняется. Каждый раз я сюда приезжаю. В лучшую сторону. Вы можете там критиковать сколько угодно, но я вижу эти изменения, как человек со стороны. Мне лучше такой человек пусть будет, который делает правильно, а может быть говорить-то он и не очень складно. И Трамп. Трамп не складно говорит. Но Трамп очень харизматичен. Он харизматичен, но он говорит иногда такие вещи. Я тоже смеюсь, знаешь, что он несет. Но он говорит правильную вещь. Он говорит неправильно. Он не разговорщик. Он не... Мне кажется, наоборот, он шоумен. Он шоумен, но он не разговорщик. Он не... Не Зеленский. У него нету этих актерских данных. А Поличевский говорит красиво. Он говорит... Красивый... Ты хочешь им уверить, но он говорит неправильные вещи. Хотя бы про евреев. Он сказал неверную информацию, лживую информацию. Неправильно, надсмехавшись над этим. Я высказал свое другое мнение. И он решил мне отомстить, изгнав меня со всех каналов, замес того, чтобы сесть как два взрослых человека, как два интеллектуальных человека, как два воина. Он тоже себя выдает. Это как у нас есть Роберт Де Ниро. Такой актер, который всегда играет роли таких правильных пацанов, жестких мужиков, воинов, мафиозников. Все. А сам-то он нытик. Сам-то мне не нравится Трамп, Трамп такой, я вообще не хочу с Трампом. А сам он нытик. И ноет, и ноет, и ноет. Поэтому, какую роль, какую он играет, и кто он такой, на самом деле, есть два совершенно разных... Вы начали говорить за Зеленского. Хочу вас спросить, как Зеленский воспринимается в Соединенных Штатах? И мне известно о том, что Офис Президента все-таки подыгрывает демократическая партия. И интервью недавно Ермака выходила, и у них были неприятные истории с господином Джулиани, когда господин Ермак как бы не сдерживал свои слова. Там те обещания, которые он давал Джулиани. И насколько мне известно, Белый дом все-таки не имеет прямых отношений с Офисом Президента. Вот как все-таки Зеленский... Я не знаю, потому что опять же, Украина не играет такую большую роль в Америке. Это очень... Буризма, и это один из главных столпов выборов сейчас. Да, потому что Трамп сказал, расследуйте, расследуйте. Вы же, господин Зеленский, выступили на платформе, что вы будете бороться с коррупцией. Так вот, выглядит, что мой бывший вице-президент и бывший посол были связаны с коррупцией, с огромной коррупцией в Украине. где-то 5 миллиардов, больше 5 миллиардов гуляет. Я человек бизнеса, я человек денег, я не хочу больше вам давать денег, если вы не можете их... И они потом разворовываются, и Америка возглавляет эту коррупцию. Вот он говорит, расследуйте. Вы же хотите? Давайте расследуйте. И понятное дело, что многие политики здесь были тоже завязаны в этом. Они тоже в этом участвовали. Поэтому, если расследование начнется, и Трамп будет нажимать, многие из них тоже могут оказаться в тюрьме. И могут тоже оказаться без карьеры. Тоже могут оказаться обесчестены в этой ситуации. Поэтому они хотят, чтобы пришел Байден и все было чин-чинарем, как и было. Тихо, спокойно. А тут пришел Зеленский и пришел Трамп. И они, конечно, против этого им это не нужно. Почему тогда ничем это не закончилось? А потому что они не дают. Эти все чиновники, средняя звезда, то же самое в Америке. Они понимают, что у них рыло в пуху, и они тормозят это. Тормозят, 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 ждут, выжидают, не находят. Это же не то, что он поставил министра юстиции Трампа и министра ФБР, нового директора. И они начнут. Потому что следующий уровень уже начинает все это тормозить. Нету. Ищем, работаем над этим. Вот еще один доклад, вот еще один доклад, и все это замедляется. А теперь его может не перевыберут, и все это уйдет на нет. А если его перевыберут, и изберут снова... А почему? Это в Штатах, это понятно. А у нас почему? То же самое. А что у вас? У вас что? Ну, министры сменились, и все. А следующее звено, люстрация, что произошло, у вас те же самые. Потом у вас еще многие министры те же остались. Они могут тоже быть... Я не говорю, что они завязаны в какой-то там коррупции. Нет, я не знаю. Но это, я говорю, возможно. Это возможно. Им невыгодно, чтобы шли расследования, чтобы расследования были честными, чтобы коррупционеры были выявлены, чтобы... Знаешь, они все тормозят и ждут. Каждый хочет выжить из этого. Они не ожидали, что придет Трамп. Все было на мази. Клинтон выиграет. Все идет по своим чередам. Сын Байдена продолжает здесь работать, будучи не здесь, будучи не говоря на языке, будучи ничего не понимая в газе и в нефти продуктах. И все нормально будет. А бабушки и дедушки здесь, то, что они мрут, и то, что у них не хватает на хлеб здесь, это побочный эффект. Хочу... Вот последний блок нашего разговора. Хочу все-таки поговорить про Китай, взаимоотношения. Вот Россия, Китай, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты все-таки начали экономическую войну против Китая. Как вы думаете, чем это закончится? Ну, это заканчивается тем, что... Ну, не могут же две главные экономики мира рубиться до того. Почему? Мне это кажется. Потому что никому это не выгодно. Это не выгодно одной экономике, а второй это выгодно. Если это будет не выгодно американской экономике, это выгодно китайской экономике. Если это не выгодно китайской экономике, это выгодно американской экономике. Да, Трамп пришел и сказал, все, конец, капец. Давайте честно работать, давайте отпускайте свой юань в открытое плавание, чтобы его можно было обменивать, а не рабской силой там все это делать. Большие наши фирмы, огромные фирмы, которые там участвуют во всем, им невыгодно, потому что там есть рабская сила, потому что там есть детская сила, которую они используют. Продукт практически бесплатный они выпускают. Им дают какие-то там фантики, на которые на этой фабрике, где они работают. Они на эти фантики могут жить, на этой фабрике им дают комнату. За эти фантики они покупают в магазине какой-то рис от этой фабрики. Это такая валюта внутри фабрики, в каждой ходит. Все это бесплатные продукты они выпускают. Там рабская, можно сказать, сила. Юань этот нельзя поменять нигде. А если они его отпустят, все, тогда китайская продукция станет дороже, потому что его надо будет менять там на валюту. Они не хотят, а потом воруют, конечно, все технологии, все в Америке. На все это закрывались глаза. Байтон полетел со своим, опять же, сыном. В Китай договариваются, чтобы они не насыпали острова и не отодвигали международные воды. Вернулся оттуда, не договорившись. Зато его сын привез 150 миллионов или полтора миллиарда, я сейчас не помню, сколько это. Какое-то сумасшедшее количество денег инвестировать в Америке. Какое он отношение к инвестициям имеет. Коррупция. Коррумпированные эти люди. И им, конечно, невыгодно, чтобы Трамп был. Потому что они из Китая завязаны там. Все эти огромные наши фирмы там завязаны. А Трамп говорит, нет, должны честно работать. Должны мы честно работать и честно расплачиваться в своей жизни и не воровать наши технологии. И, конечно, поэтому им невыгодно. И вот начинаются всякие эти войны. И начинаются эти коронавирусы. Начинается то, начинается... И каждый раз оно... Значит, что-то... Трамп поехал разговаривать с НАТО. Традиционно у нас, когда президент за границей, ничего негативного про него не говорят. Ни в Конгрессе, нигде. Даже оппоненты. На это время затихается. С Трампом все изменилось. Трамп поехал в Северную Корею. Трамп поехал разговаривать с НАТО. Договариваться с Северной Кореей. Еще куда-то моментально по Лосе и Демократическая партия начинают выливать на него кучу дерьма. Начинают. Он поехал договариваться с НАТО. Начали импичмент процедуру. Расследование. В этот же день. Чтобы отвлечь от него. Что, мол, он ничего там хорошего не делает. Вот здесь у него импичмент. Чтобы он об этом думал. Сейчас началась опять, в прошлый раз, началась компания Трампа в президентство. Убили Джорджа Флойда. Начались беспорядки. Это было в один день. Потому что такие убийства и такие беспорядки с полицией. Какие-то полиция кого-то убивает. Друг друга кого-то кто-то стреляет. Белый, черного, черный, белый. В Америке у нас происходит это постоянно. Но в этот день, когда Трамп что-то делает, они начинают искать, что произошло в стране. И сразу это появляется в СМИ. СМИ, это наши СМИ, это они коллаборанты с демократической партией. Это пропагандическое крыло демократической партии. Все наши СМИ. И они начинают это раскручивать, чтобы отвести, чтобы навести удар по Трампу. Сейчас началась республиканская слет. В этот же день нашли, где полицейские пристрелили еще одного чернокожего. И все, они сразу это по всем СМИ распространяются. Опять начинается беспорядок. Автобусами гонят туда эту Антифу. Этих БЛМ автобусами гонят туда. И там начинаются беспорядки в городе. Там, где убили этого чернокожего полицейского. Почему убили? Как убили? То, что он там был с ножом. То, что он был их жены, которой он не имеет детьми права. То, что он был уже осужден еще один такой криминальной личность, как этот Флойд. Бандит. Все, начались опять погромы. Почему? Потому что Трамп начал говорить. Чтобы не показывать его по телевизору, что он говорит на республиканцев. Они начинают это все подстроено. Это все делается для этого. Все-таки, по поводу Китая. Вот Россия и Китай. Как вы считаете, возможно объединение против Соединенных Штатов? Невозможно. Потому что Россия идеологическая, а Китай практическая. Хорошо. И они исторически не... Завоевание части России. Абсолютно. Все это будет Китай. Это же чисто китайская машина. Это китайская машина. Это так Китай всегда работал. Если вы хотите стать китайцами, попробуйте на Китай напасть. И вы будете китайцами. Они не будут с вами воевать. Они просто вас захватят таким образом. Они прагматичные. Это получивая экспансия. Да, они прагматичные китайцы. Я скажу такой опыт. Я как-то был на учениях. Где-то 2000-й, по-моему, это был 2010-й или 2009-й год. На этих учениях участвовали россияне, китайцы, там разные другие страны. Я был там как американец. От НАТО. И китайцы, я уверен, что они это сделали специально. Они передо мной на машине, на капоте машины, развернули карту. Да? Бумажную карту. Сегодня не нужны бумажные карты. У нас все в плафонах. Это все через час. И там по-английски написано. Почему китайцы читают карту топографическую на английском языке, я не знаю. Они на китайском. Это было сделано для того, чтобы я увидел это. И до Урала написано, по-английски написано, Китайская республика временно, на российской территории. Поэтому они хотели, чтобы я увидел, что до Урала это их территория. Я не знаю, что они под этим подразумевают. Что-то тебе интересно. Что они имеют этим в виду? Ну, Китай до Урала, это же сумасшедшая территория. Ну, и что? Россия сумасшедшая. Китай сумасшедшая территория. Ну, Китай не Россия. Они так не думают. Россия не думает, что Крым это Россия. Каждый думает по-своему. Завершающий вопрос. У нас есть военно-политическую карту мира в 2050 году. Я не предсказатель. Я не знаю. Я не могу предсказать. Все может быть. Сценарий миллион разных. Я надеюсь, что у меня все-таки надежда на то, что не будет ядерной войны, не будет химической или биологической войны. Что все-таки мы, как люди с разумом или с сознанием, что мы все-таки поймем, что мы убиваем друг друга. Что мы уничтожаем не только своего оппонента, мы уничтожаем себя тоже этим образом. Что в войне победителей нет. Есть кто кое-как выжил. И поэтому я надеюсь, что к тому времени Россия распадется на несколько стран. Как империя станет несколько стран. Желательно, это будет бескровно сделано. Как там, допустим, примерно Советский Союз. Ну, конечно, будут трения, это нереально. Будут, конечно, какие-то вспышки. Чтобы это было не массово. Чтобы это не было каким-то массовым оружием убийственным сделано. Что некоторые из этих стран России, что это будет лучше для россиян, для самих. Для тех, кто на Дальнем Востоке, для Башкир, для Кавказа. И что многие из этих стран будут с демократическими ценностями. С которыми можно будет вести диалог, можно будет сделать партнерство, союзничество. И таким образом как-то мы научимся жить в конце концов в этом мире толерантны друг к другу. Более не менее. Вот это мое желание, чтобы это через 30 лет произошло. Но что произойдет, я не знаю. Мы можем, мы можем, у нас есть возможность, я надеюсь, что мы не возьмем этого человека, уничтожить друг друга. У нас есть очень хорошие возможности убить себя. Точно крайне. По поводу, все-таки, ну, если за будущее заговорили, Трамп, внешняя политика Трампа, если он пересберется на второй строк, он будет более жестким? Как вы думаете? Да. Я думаю, что... По поводу, к кому? Я опять же, я не предсказатель. Но если смотреть на то, что он сделал уже, и как он это делает, я думаю, и надеюсь, что он будет намного жестче. Я думаю, что он... Я надеюсь, что... Я говорю, пристегните ремни тогда все. Я думаю, что он будет осушать это болото уже реально. Я думаю, что многие люди окажутся... У них будут большие неприятности. Многие пойдут в тюрьму, включая в Украине, в Израиле, в других странах. И Китай заставит быть более честным в их нечистоплотном отношении к остальному миру. Включая вот то, что они должны будут ответить за то, что они создали этот коронавирус. И он расползся по всему миру. Я думаю, что мы его, может быть, сделали более опасным в наших головах, чем оно в самом деле есть. Но это неизвестно. Мы посмотрим. Мы не знаем, как там через пять лет, что будет из-за этого коронавируса. Может быть, он теперь у нас рога вырастут из него через пять лет или из-за этой вакцины. Кто знает? Никто предсказать не может. Но то, что они совершили и то, что они скрыли, они должны ответить за это. Я думаю, что Трамп будет их держать. В этих тисках. В отношении с Россией, я думаю, что он будет продолжать жесткое отношение к России, к дегитатуре. Он человек денег, он человек бизнеса, он капиталист. Он не любит Путина, он не любит КГБиста. Он не любит этот менталитет. Это совершенно два разных человека. И это очень... У них это началось давным-давно. У них никаких симпатий друг к другу никогда не было. Это еще началось, когда Трамп привез конкурс красоты в Россию. И Путин опоздал на час. Для начала должно было быть начало, а Путина не было час. И Трамп сказал, ну опоздал, опоздал. Мне пофигу президент он или марсианин. Начинаем по как должно быть. И начал конкурс красоты до того, как Путин приехал. Путин приехал через час, но уже почти закончилось все. Путин обиделся на него. Что же ты начал без президента? А Трамп обиделся на него. Какого хрена ты опаздываешь на такое? Я тут бабок вложил кучу. А ты видит ли не можешь приехать? Кто ты такой? А, президент России? Да мне пофигу. Вот как Трамп себя ведет. И поэтому у них тогда что-то вообще они не могут быть. Один высокий, другой низенький. У одного много волос, у другого нет волос. У одного женщин, он окружен красивыми женщинами всю свою жизнь. Этот окружен непонятно кем. И женщин вокруг него незаметно нету. Этот говорит, что он очень богатый. Но мы не знаем, богатый ли он или нет. Налоги мы не видим. Российский царь, женатый государство. Да, ну да, это тоже такое извращение. Этот говорит, что вроде он только на зарплату живет, президентскую. А вообще-то он, все прекрасно понимают, что он очень богатый. Один бизнесмен, другой КГБист. Разные менталитеты, два разных человека, которые никогда не будет точек соприкосновения. Это все равно, что в вооруженных силах, вот вы говорите, да, все равно, что человек, как я, найдет точки соприкосновения с контрразведчиками. Никогда я не найду с ними точки соприкосновения. Мы разные люди. Мы из разного материала сделаны. Да, ребята, делайте свою работу. Да, я понимаю все это, но но ко мне близко не подходите. У меня аллергия на вас. Все. Это разные, разные менталитеты, разные люди. Никогда ты не найдешь ничего общего с еврейским ортодоксальным раввином. Ну, как ни старайся. Ну, разные люди, разные понятия, разные ценности, разное все. Так же и у Трампа с Путиным. Это не... они не могут быть друзьями. Они могут терпеть друг друга. Это самое лучшее, что они могут сделать. Поэтому все это, все эти конспирологии, все эти рассказы, что он там же у него компромат на него, что у него то, ничего. Это брехня это все. Просто два разных человека. Два... Прошлое разное, родители разные, история разная, жены разные, дети разные. Все разное. Я вас понял. Юра, Гарри, спасибо большое. Спасибо за воду. Чай, что он не отравленный. Я надеюсь, мы скоро с вами увидимся. В любое время. Я пока Украинец буду всегда рад. Самое главное, что ты меня не направляешь, никуда. Не сказать, что-то про... Знаешь, я прихожу, я уже чувствую, они хотят, чтобы я на Зеленского что-то плохо сказал. Я говорю, я гость в вашей стране. Я не могу ничего. Это неприлично, мне что-то говорить против... Я могу только сказать, что-то положительное против него. Ты идешь на другой канал, я чувствую, что не хочу, чтобы я на Порошенко что-то плохое сказал. Я не могу, я гость в вашей стране. Вы избрали этого президента, потом переизбрали. Это ваш выбор. Я поддерживаю тот выбор, и этот выбор, и следующий выбор, если будет демократический, будет с нашими ценностями, я и следующий ваш выбор поддержу. Но участвовать в этом я не буду. Это не моя территория. Я за Трампа. Я голосовал за Трампа и проголосую еще раз за Трампа. Я специально полечу домой, чтобы участвовать в голосовании. А ваши внутренние политики это ваше дело. Это ваши... Я поддерживаю любую вашу выбор. Вам нравится Зеленский, я вас поддерживаю. Вам нравится Порошенко, я вас поддерживаю. Вам будет нравиться следующий Рабинович, я вас поддерживаю. А лучше не Рабинович, конечно. Лучше, да. Но это не мое дело, это ваше. Гарри, Юра, спасибо большое. Надеюсь, что мы скоро увидимся с вами в эфире.